Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. Детектив Лукин встретил своего давнего знакомого, участкового Сергея Ивашенко. О, Сергей Витальевич, приветствую. Утро на дворе, ты уже на посту? Сигнал, понимаешь, вступил. Одного типа проверить надо. Очень, понимаешь, подозрительный тип. Понятно. Ну, работа есть работа. О! Здрасте. Еще один старый знакомый. Здрасте. Что, Юрка, отслужил? Ну да, вчера только вернулся с сержантом. Молодец. Поздравляю. Спасибо. Откуда это у тебя? Только вернулся, сразу за старое принялся? Да вы что, вы что, с ума что-нибудь посходили, а? Да, я же только вчера вернулся. Куда вы меня собираетесь везти? Да еще и в параслетах. Вы родное отделение по виду, родимый. Где ты раньше чаще, чем дома бывал? Да раньше, может, и бывал, а сейчас не хочу. Ну, не за что меня в отделении. Ну, сами подумайте. Я только вчера дембельнулся. Игорь Петрович, ну, скажите же, вы же меня с детства знаете. Я же завязал с прошлым. Вы же знаете, завязал, правда. Иди, иди, разберемся. Вот дурак, а. Как вы меня нашли? Ты тоже мне конспиратор. Что ж, я не помню, где ты со своими дружками до армии жизнь прожигал. От ваших тусовок у тебя круга тряслась. Да, теперь вот некуда мне идти. Да и прятаться я не хочу. А компания? Да от компании только один Денис-то и остался. Кстати, вместе с ним вчера дембель и отмечали. Больше никто не пришел. Слушай, что же вы вчера такого натворили, что утром тебя пришли арестовывать, а? Слушай, пойдем в машине поговорим. Что-то сыро здесь, неуютно, грязно. Ну, пойдемте. Да в том-то и дело, что ничего. Нет, я, конечно, плохо помню вчера окончание вечера, но я ничего не крал, честно слово. Опа. Что, закончилось? Кончилось. Надо повторить. Надо. Сейчас организуем, подожди. Где ты тут у меня? Чисто по-братски. Ты же из армии. Денег нет. Теперь я угощаю. Сходи ко мне. Квартиру помнишь? Помню. Я сам, я не дойду. Нет, подожди. Друзья, чего я попросишься? Я же не знаю, где у тебя там что. Деньги в комоде в зале. У а вы в верхнем ящике. Давай туда и обратно. Давай, давай, разведка будет. Ну, ладно. Ты только, братан. А, ключи давай. А я пока нам таких красавиц клею. Ну, ты смотри, братан, только дождись меня, понял? Конечно. Ну, все, давай. Давай. Ну, а это что было? Ну, пошел я к нему домой. Ну, дверь ключом открыл легко. Ну, а потом вижу этот комод, где у них бабло хранится. Ну, открыл его. А там, мать честная, цацик золотых, ну, немерено просто. Какие-то колечки, цепочки, кулоны. А в самом углу икона старинная лежит. Ну, наверное, каких-то бешеных бабок стоит. Да не крал я ее, ну, не трогал. Говорю же, завязал. Юра, откуда у тебя вот это? Да сам не знаю, как это получилось. Вчера, если честно, не помню окончание вечера, то, что после бара было. Ну, набрался я, ну, понимаете? Вот. Да вы можете у Дениса спросить, он подтвердит. Юра. Юр. Рода, подъем! Рода! Фу ты, черт, я же второй день на гражданке. Тогда теряешь время. Я к своей гражданке побежал. Ничего так вчера твой демель, да, отментили? Да, не говори. Ну, все, бывай. Давай, давай, я все успею. Блин, где мой телефон-то, а? Вот что, давай я тебя отвезу в полицию. Во-первых, в кандалах ты далеко не убежишь. Во-вторых, объедет в розык, только хуже будет. Да води. Напрасно ты, Петрович, в это дело ввязываешься. Ей-богу. Дело ясное, ни под какую подписку его не отпустят. Этого парня я с детства знаю. Ну да, хулиганистый был пацан. Мать с ним мучилась, ну, чтобы вот так вот сразу пойти на кражу. Сразу после дембеля. Ну, не верю я в это. Слушай, Витальевич, может, ты не того взял, а? Ему меняется похищение старинной иконы. Ну, ведь иконы не нашли. Пока же найдем. При обыске у него еще чужого золота лет на пять. Проходите, пожалуйста. Детектив Лукин решил встретиться с хозяйкой похищенных ценностей Варварой Степановой. Присаживайтесь. Спасибо. Вот в этом альбоме история нашей семьи. Когда у меня плохое настроение, я начинаю рассматривать фотографии, и мне сразу становится легче. Да найдется икона, я вас уверяю, найдется. Обязательно. Мне бы очень этого хотелось. Икона – это наша фамильная ценность, семейная реликвия. Наш род очень древний. Он известен с 14 века. А мой прадед был князем. Скажите, Варвара Федоровна, а у вас есть фотографии этой иконы? Да, да, да. Я как раз хотела показать вам ее. Так. А, вот здесь. Вот она. Позвольте. Ого. Датирована 15 веком, приведена из Византии и подарена одному из наших предков в связи с крещением его сына. Эта икона оберегала весь наш род. И я должна была ее подарить своему внуку Денису. А сейчас я уже не знаю. Варвара Федоровна, ну, успокойтесь, ну, ради бога, не переживайте вы так. Ну, все будет хорошо, ну. Да. Скажите, а пропажу-то вы обнаружили? Да. Я вчера была у приятельницы на юбилее. Ну, и решила остаться переночевать. А когда вернулась утром домой, пришла в ужас. Все разгромлено. Вещи валяются. Статуэтка разбита. Я сразу поняла. Это ограбление. Варвара Федоровна, а вы свои ключи никому не давали? Нет. Ну, правда, два месяца назад я их потеряла на даче за городом. И пришлось сделать дубликат. И когда я все вот это увидела, я бросилась в комоду, открыла. Конечно, иконы нет. Я вызвала полицию. Я так расстроилась, что думала, не доживу. Честно говоря, мне и сейчас не очень хорошо. Так, может, вы приляжете, отдохнете, а? Да, да, вы меня извините, пожалуйста. Вы побеседуйте пока с моим внуком. И попросите его, чтобы он позвал мою соседку. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Хорошо. Детектив Лукин стал свидетелем того, как его сосед Юрий Логинов был арестован по подозрению в краже ювелирных изделий и старинной иконы. Логинов уверял, что он невиновен, однако не мог объяснить, каким образом украденные золотые изделия попали к нему в дом. Вы поосторожнее, пожалуйста. Это любимые бабулины вещи. Интересно. Переживаете за антиквариат? Странно. А дали постороннему человеку ключи от своей квартиры, чтобы он деньги принес? Да я не постороннему дал, а бывшему однокласснику. Мы выросли вместе. Он меня позвал свой день билетмечать, а денег ему не хватило. Тоже красавица. Ну почему же вы сами не пошли за деньгами? Да напился я. Встать не мог. Я вообще мало пью, а тут с Юрой Белоев вспомнили, да и понамешали всего. Денис, после того, как вы с Юрой пили во дворе, вы куда пошли? Логинов пригласил к себе домой, ну типа продолжение. И мы пошли в бар, потом взяли по пару пива и, собственно, пошли домой. А когда пришли, разморило обоих и вырубило. А утром я к своей подруге поехал. Я же не знал, что Логинов нас обокрал. Юр, ты эту икону действительно не брал? Нет, если ты взял, лучше сразу сознайся. Ты пойми, Варвара Федоровна в больнице оказалась, ей хуже стало. Не дай бог, что с ней случится. Ведь судья об этом узнает и тебе только срок увеличит. Знаете что? Уходите, слышите? Уходите отсюда. Вы мне тоже не верите, да? А как вы меня можете отсюда вытащить, если вы тоже не верите? Я целый год в армии, честно, две грамоты получил. Сержантом вернулся. Вернулся, подставили, а вы? Вот такая вот история. Непонятная и запутанная. Мне кажется, в кислое выдело ввязались, Игорь Петрович. Зацепок нет, ничего не понятно. И что делать дальше? Ну, есть старое правило сыщика. Если не знаешь, что делать, тряси знакомых. Это как? Нужно проследить контакты Юрия. С кем встречался, с кем говорил. Ну, может, кто-то, что-то и скажет. Ну, так, неосознанно. Ну, ведь как старатели золото добывают, да? Они песочек промывают, промывают, крупинку за крупинкой, крупинку за крупинкой, потом оп! И будет нам счастье. Игорь Петрович, ну какие контакты? Он только три дня назад как из армии пришел. Значит, надо старый контакт поднимать. Жил он во дворе. Значит, с пацанами футбол играл? Играл. Девчонок любил? Любил. Бабушка на лоську доводил? Доводил. Все, будем трясти старые контакты. А, ну так вот, Юрку я знаю. Он через дом живет, в армии во дворе тусил часто. А вчера к Степанову заходил. Точно к Степанову? Ничего не путаешь? Да нет, сто пудов. Я еще поржал над ним. Вот только дембельнулся, должен по девчонкам бегать, а он к старухе прется. Ну, я у него еще сигаретку стрянул. Курить вредно. Да, курить вредно. И чужие квартиры вскрывать тоже вредно. Ты сказал, что видел, как он к Степанам заходил, а как выходил, ты видел? Да, пьяный в дугу. Груди барсетку прижимал. Я еще подумал, что он что-то притырил, ну и к Танюхе своей рванул. А Танюха – это его подружка? Ну, да, армия была его. Сейчас Денискина. А может, еще чья. Не знаю. Ну, она резвая на это дело. А где ее найти-то можно? Ну, либо с мужиками сидит, либо в салоне на Кирова ногти пилит. Маникюрша она. Когда Логин в армию ходил, сказал, чтобы его дождалась. Или иначе отомстит. Я, конечно, обещала, но... Сама понимаешь все. Ну, да. Честно говоря, я даже рада была, когда его закрыли. А то он мне голову оторвал бы. Он ревнючий такой, ужас. А с Денисом ты давно встречаешься? Месяца два. Он классный. А ты с ним виделась вчера? Да, в часов десять он мне позвонил, и через полчаса мы встретились. Гуляли. Ну, странный был. Ну, почему странный? Ну, я себе прическу сделала. Кучу денег вообще отдала спецификам для него. А он выходит, привет, и ноль внимания. А я специально с ним решила пораньше встретиться, чтобы он оценил меня в полной красе. В общем, я ничего не поняла, и с подарком я тоже пролетела. С каким подарком? У Дениски в руках пакет был. Размерим с книжку. Я думаю, о, подарок мне обломится. Я ему намекаю, давай, мол, сюда подарок мне. А он пробубнил что-то и ушел. Я так и ничего не поняла. Юрий, вот в Дарме ты встречался с девушкой, с Татьяной, да? У вас там отношения были, все такое. Ну, а что потом изменилось? Мне почти сразу же пацаны написали то, что Танька хвостом вильнула. Так что я давно в курсе. Ну, я не знал, правда, то, что она с Денисом загуляла. Не понимаю, зачем она ему? Ну, понравилась она ему. Любовь у них. Да нет, ну, вы что, я пока служил, у нее знаете сколько парней побывало? Она, наверное, сама со счета сбилась. Мне что теперь, полгорода перебить? Так вот, может, Денис как раз этого и боится? Ты что-то ему морду набьешь, как только узнаешь про его отношения с Татьяной. А вы думаете, что это может быть Денис? Специально все подстроил, сам икону у бабки спер, а меня подставил? Тоже мне друг называется. Несколько минут назад на Литовской улице в Петербурге случилась авария с участием сразу десяти транспортных средств, в том числе четырех автобусов и команды. Егор, ну сделай потише, ты мне сосредоточиться не даешь. Так, в этот день Денис Степанов пересдавал экзамен. Его группа начала сдавать 12 часов. Смотрю, ты вся в поиске, процесс пошел. Ну да. Слушай, Егор, а если, допустим, в нашем городе надо сбыть с рук краденую икону? Вот куда ее понесут? Не в музей же? Да. Ну смотри, есть три варианта. Первый, барыга по кличке Кошель, но он скупает дешевку, не тот уровень. Второй вариант, оценщик антиквариата Виктор Хоркин. Как раз его подозревают во всяких темных делишках. Ну и третий вариант, если вдруг ее взяли под заказ для частного коллекционера, но это практически безнадега. Если что, случайно где-нибудь всплывет. Так, подожди. Хоркин, Хоркин. О, Сергей Хоркин. Как ты думаешь, там у оценщика он кто? Ну если не однофамилия, то судя по возрасту, внук. Ну вот, отлично. Сейчас я проверю их родство и позвоню Игорю Петровичу. Слушай, Аня, это точно? Внук скупщика краденого Сергей Хоркин учится в одной группе с Денисом? Отлично. Хорошо поработала. Молодец. То есть вы считаете, что это я свою родную бабушку обокрал? То есть самого себя? Вы долго думали это вообще? Ну смотри, Денис, в то утро ты встречался с Татьяной Красковой, так? А что за пакет был у тебя в руках? Учебник по ципромату. Я на пересдачу шел, взял учебник на всякий случай. Ну мало ли что. А Таниха подумала, я сюрприз какой-то приготовил. Все хотел он у меня пакет этот отобрать. Все время ждет подарков. А вот твой одногруппник Сергей Хоркин, он тебя со своим дедом не знакомил? Смеетесь? Зачем мне его дед? А вот Серега к Танюхе подкатывал. Встретил нас в центре и стал клеить ее. Прям при мне, представляете? Так, ну и чем дело закончилось? Ничем. Я предложил отойти поговорить по-мужски. Ну, он вроде отстал. Только потом я видел у Танюхи в телефоне звонки от какого-то Сергея. Ну, я не знаю, может он, может нет. А она что говорит? Она говорит, клиент ходит к ней маникюр делать. Да интересная семейка этих Хоркина. Надо бы с ним познакомиться. Опа. Ну, как я вам? Солнце-то зашло. Ты что, замуж собралась? Кто счастливчик? Ой, один ювелироценщик. Ну, возможно, не чистый на руку. Но нам, невестам, что за беда. Да. Главное, чтобы знал, на кого свои денежки тратить. Ну, если серьезно, будь там повнимательнее. Никакой самодеятельности, только по инструкции. За этим делом могут такие бабки стоять. Тебе серьги вместе с ушами поотрывают. Ну, в общем, мы выйдем с тобой. Подстрахуем. Ань, запомни. Если вдруг что-то пойдет не так, ты прям мобилу свою бери и в окно кидай. Я через 20 секунд подлечу. Да ладно, что ты так нервничаешь. Ну, ты наш луч света в этом черном царстве. Мы тебя берись должны. С Богом. Ну, я пошла. А ты как, ну, проконтролируешь? Юрий Логинов был обвинен в краже старинной иконы. Расследуя обстоятельства этого преступления, детектив Лукин пришел к выводу, что Логинова мог подставить его приятель, внук потерпевший, Денис Степанов. Однако это не подтвердилось. Следствие продолжается. Здравствуйте. Добрый день. Чем могу быть вам полезен? Нравится? Ничего так. Ничего. Ничего, а что-то. Ну, только носить мне его нельзя. Хотите заложить? Ну, не совсем. Понимаете, мужик у меня горячий, щедрый, но только когда пьяный. Вот вчера мне подарил эту безделушку, а сегодня говорит, не носи его, верни обратно. Представляете? Что ж он так долго-то, а? А я вот что думаю. А скажу-ка я ему, что я его потеряла. Ну, а что? Мы же вчера все равно с ним из ресторана никакие выходили. А сменяться просто какой? Никакого, правильно? Ну что? Здорово придумала? Ничего так. Ну, только знаете что? Сдавать его под всякие квитанции мне не очень хочется. Ну, сами понимаете, за пять копеек с последующим выкупом, ну... Вы мне нормальную цену назовите. Ну что, я не понимаю, что ли? Пол цены и забыли друг про друга. Ага. Пятьдесят тысяч. Грабеж. Ну, как хотите. Тогда возвращайте это колечко вашему мужику. Ну, ладно, хорошо. Семьдесят и по рукам. Ладно. Ну, вот и славненько. Вы хоть понимаете, сколько статей уголовного кодекса собирались нарушить? Ну, мы вам все это простим, если вы нам поможете в одном деле. Я готов к сотрудничеству. Важно было, чтобы Татьяна согласилась поехать в офис детективов и ничего не заподозрила. Хоркина детектив Лукин туда уже доставил. Привет. Привет. Ничего не поняла из вашего звонка. А чем я Юйку-то могу помочь? На тебя причин согласный. Спасибо. Ну, что вам надо? А нам нужно, чтобы ты с нами проехала в офис. Игорь Петрович тебе все объяснит. Угу. Прошу. А чаем у вас угощают? Само собой. Ну, и зачем вы меня сюда притащили? Я хочу показать вам одну вещь. Вчера на аукционе в Нью-Йорке была выставлена икона 15 века. Вы в школе какой язык изучали? Английский. Ну, вот тогда поймете, что здесь написано. Посмотрите оценочную стоимость иконы. 300 тысяч, ну, не рублей, естественно. Как? А мне сто штук деревянными? Уж не этот ли господин? Егор. Прошу. Тварь, крещенник, ружи уголовные. Меня кинул и решил нажиться, да? Тихо ты, успокойся, ты что? Все, все, сядь. Фух. Делаю официальное заявление. Эта девушка пригласила меня к себе домой, чтобы я оценил икону и обстановку. При осмотре иконы я обнаружил, что она представляет собой культурную и историческую ценность. Я отказался. Она предложила всего лишь 100 тысяч рублей. Ну да, удержаться вы не смогли. Вы когда познакомились с этой девушкой? Полтора месяца назад. Внук привел ее к нам домой. Вот тогда-то она и узнала, что я являюсь профессиональным оценщиком. Я не знал, что эта икона ей не принадлежит. А Татьяна Краскова когда вам принесла икону? Позавчера утром. Тогда же я с ней рассчитался. Рассчитался? Да ты меня кинул, гад такой! Сядь. Я сама все расскажу. Это что же получается? Ты водила Хоркина в квартиру Степановых, когда их не было дома? Я у бабки ключи стащила. Потом, когда их дома не было, привела этого Хоркина. А икону забрала ночью, когда Денис и Юрий отмечали дебель. Да. Мне позвонил Денис, предложил с ними встретиться. Сказал, что Юрий пошел к нему на квартиру за деньгами, а бабка уехала куда-то. Ну и дальше что? Ну сначала я и икону и золото взяла, потом пошла к Юрику и подложила ему часть золота в барсетку. Слушай, ты же встречалась и с Юрием, и с Денисом. Одного ты подставила, другого обокрала. А нефиг такой, как я, подкатывать, раз бабла нет. Я хочу красиво жить, понимаете? Они и знают, как только свои книжки читать, да и на работе корячатся, задолбали, лохи недоделанные. Да, девочка, какая же ты глупенькая. Мне тебе даже жаль. Ну я так все хорошо придумала, ну где, где же я прокололась? Спасибо вам большое. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Были бы вы там из наших, я бы проставился, ну а так даже... Юра, Юра. Юрочка. Баба Варь. Прости меня, мальчик мой. Ведь я же решила, что это ты икону украл. Баба Варя, ну что вы, ничего страшного, вы ведь не со зла. Я ведь у вас все детство в доме провел. У вас еще такие пирожки вкусные были, помните? И блинчики. Помню, помню. Ты очень хорошо кушал, помню. Варвара Федоровна, к сожалению, скоро вернуть икону не получится. Ну, понимаете, формальности всякие, это же другая страна, область международного права. Это ничего. Ничего, все хорошо. Икона действительно охраняет наш род. Мне очень не нравилась эта девушка, Дениса, Татьяна. А икона избавила нас от нее. Вот. Ничего себе поворот. Татьяна Краскова и Виктор Хоркин ожидают суда. Украденная икона была снята с аукциона в Нью-Йорке. Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. А ну стой, шайтан, стой, иди сюда. Тихо, тихо, что вы творите? В кафе зайдите, быстро, быстро, быстро. Ты как, помощь нужна? А вы что, врач? Да нет, я частный детектив. Работаете на этих вон, на понаехавших. Чего вы меня обхаживаете? Боитесь полицию на вашего Ахмеда, заявлю. А собираешься, что ли? Я подумаю. Ну подумай. Ну что вы, заходим в кафе быстро, быстро. Ну и что вы наделали? Зачем вы устроились, Масуд? Он сейчас в полицию обратится, вас привлекут за хулиганство. И кто потом в кафе к хулигану пойдет? Кто в полицию? Зачем в полицию? Он, шайтан, на мое кафе напал, мебель переломал, все стекла выбил и в полицию? Вот, вот Матвей Артемьевич подтвердит. Скажи. Вы видели, как он ветерину разбивал? Нет, не видели. Ну и зачем тогда самодеятельность? Сами в полицию обратились? Да, я обратился. Но разве в полицию Ахмеда за человека держат? Нет. Ахмеда называют шашлычниками и прогоняют прочь. Вот, вот, говорю же, бандиты напали. Кухню подожгли, технику испортили. Стекло поломали. Зачем? Вот записка. Вот. Да что ты мне суешь? Тебя же не убили. Как говорится, нет тела, нет дела. Какое тело? Мое? Может и твое. А может быть дочке твоей. Она у тебя, говорят, красавица? Тебе дураку повезло, что только кафе подпалили. Радуйся, что ее не тронули. Всяко бывает. Слушай, почему дочка? Зачем дочка? Ты меня пугаешь, да? Слушай, шашлычник, что ты здесь дурачка-то строишь? У меня людей не хватает, чтобы на трупы выезжать, а ты тут со своей фигней. Не надо трупу. Ремонт надо. Что мне делать? Слушай, а может ты сам здесь погром устроил? А? Кафе ведь застраховано. Я найду настоящего преступника. Вы не переживайте. Я нашел. Я нашел, а вы отпустили. Роман зовут его Зорин. Ох, шейтон. Знаете, какие плохие, некрасивые слова он написал на стене? Где написал? Покажите. Я. Я остер. Там, где едят, нельзя, чтобы были написаны такие слова. Ну, сфотографировал. А фотографию покажите? Сейчас. Сейчас мигом принесу. Сейчас. Давай помогу, Сонечка. Да не надо, сама справлюсь. Вот. Вот нашел. Понаехали, грабят. Смотрите. О, доченька. Доченька, а беда какая? Что с тобой, доченька? Все хорошо. Держите. Держите. Давай я помогу вам? Да не надо, спасибо. Правда, все хорошо. Ну, у меня есть опыт оказания первой помощи. Вам же сказали, помощь не нужна. Как-нибудь? Да нет, правда, пап. Пусть поможет, а то я сейчас все запачкаю. Аптечка есть? Хорошо. Конечно, конечно. Помоги, помоги, дорогие. Скажите, а Матвеевна, вам кто, муж? Жених. Она наша клиентка? Нет, наш клиент, ее отец, вот он. Ахмед Бабаев. Вдовец, владелец кафе. Асона студентка. Предполагаемый хулиган, вот он. Роман Зорин. Есть еще Матвей Сапаров. Есть что-нибудь по ним? Ну, пока только информация из социальной сети. Ну, Матвей, ее жених, а остальное буду пробивать по базам. Жених. Ну, мне показалось, что там не все так гладко в этой любви. Да нет, негладкая любовь здесь ни при чем. Все просто. Бездельники отморозки, напали на кафе, а полиция просто не хочет вмешиваться. Элементарно. Ну, и твое предложение. Найти Романа и объяснить, что хулиганство – это плохо. Вот этого делать не вздумай, а то сам влетишь суток на пятнадцать за хулиганство. Значит так, слушайте задание. Наблюдайте за кафе и за Ахмедом. Не дай бог его кто-то подкараулит и по голове настучит. Здрасте. Что нам надо? Мы насчет банкета. Дорогой мой, какой банкет? Ты видишь, какой у нас погром. Приходите попозже. Хорошо? Ну, у нас банкет через месяц. Мы бы хотели посмотреть меню, цены. А, ну, если через месяц, то я вас поздравляю. Вы точно во время пришли. Дайте я угадаю. У вас свадьба. Да, совершенно верно. У нас свадьба. А можно меню посмотреть? Да. Сейчас. Одну секунду. Сейчас. Пожалуйста. Пожалуйста, смотрите. Спасибо. Ага. А фуа-гра у вас есть? Фуа... Фуа-гра. Чебуреки у нас фирменные. Такой чахох били сделаем. Пальчики оближете. Зай, хочу фуа-гра. Извините, пожалуйста, будем искать. Спасибо. Пошли. Фу. Здравствуйте. Вы капитан Сидорки? Ну, я. Майора пока не получил. Фамилия Майон Асунов. Я частный детектив. Какая птица в наших краях. Ну, и с чем явились? Да вот хотел у вас узнать, а почему не приняли заявление у Ахмеда Бабаева? Да... Бабаев сам заявление не стал писать. Кафе не в благополучном районе. Чего он ждал? И не надо из детской шалости целое дело раздувать. Вам заняться нечем? А мне настоящих преступников искать надо. Я понял. Мы решили, что Рома не будет заявлять в полицию насчет драки. Вы так решили. А он сам что думает? Дело в том, что у Романа рыльца в пушку. Год назад он избился у однокурсника Индуса. Поднялся большой шум. Но Индус не стал подавать заявление в полицию. Вскоре собрал вещи и уехал на родину. Подожди, Рома его запугал, что ли? Да нет, он сессию не сдал. Но, с другой стороны, как можно хорошо учиться, если тебя бьют? Ну, возможно, тогда Ахмед и прав, и на кафе напал на самом деле Зорин. У тебя что нового? А у меня киношка. Ну, правда, не боевик, а мелодрама. Вчера Ахмед встречался с Матвеем. Денег взял, кафе построил. И что теперь? Кухню заново почини, стекла ставь, и это все в сезон. А кто ко мне пойдет? Ахмед. А? Знаешь, как я тебя уважаю? Знаю, знаю, дорогой. Давай кафе твое куплю. Полную цену, конечно, не дам. Сам понимаешь, но с долгами расплатишься. Матвей, в этом кафе мое сердце. Как я могу без сердца жить? Хотя сейчас уже придется подумывать. Но сначала ваша с Соней свадьба. А потом поговорим. Ешь. Ешь, дорогой мой. Кстати, поймали тех мерзавцев, которые на кафе напали? А я в полиции сразу сказал, что это Зорин. Даже пальцем показал. Ну, что-то они его не хотят ловить. Обидно. Могли сами преступнуть гаденыша. Жаль, детектив собака помешал. Вай, вай, вай. Какой нехороший детектив. Не позволил честным мстителям прибить обидчика и в тюрьму загреметь. Так, ну сейчас главное, чтобы Ахмед не поддался на эти воинственные призывы у Матвея. Слушайте, а ведь Сонна и Романа, они и в одном университете учатся? Думаете, у них конфликт? Одному морду набил, другому кафе разрушил. Психопат, что ли? Ну, пора с этим разобраться. Пора с Зориным поговорить. В городе неспокойно. Хулиганы разгромили кафе Ахмеда Бабаева. Хозяин уверен, что за этим стоит студент университета Роман Зорин. Но детектив Насонов подозревает, что конфликт между Романом и Ахмедом связан с дочерью Бабаева Сонной, которую отец хочет выдать замуж за другого. Роман, поговорим? Да, зайка. Хорошо, вечером у тебя. Давай, люблю. Пока. Бездарно как-то не верю. Чего вам надо? Чего от меня хотели? Поговорить с тобой хотел. Разбитая витрина, сгоревшая в кухне. Мерзкая надпись. Зачем ты вредишь отцу Сонны? Это не я. Может, тебе фотографию с твоей надписью показать? Ну, написал. Допустим, я. Меня Ахмед хреново обслужил. Вот я и психанул. Обидчивый такой. Не верю. Да не обидчивый я. В полицию же не пошел с разбитой мордой. И Ахмеду вашему не советую со мной воевать. Ферштейн? Да, Матвей Артемович. Что случилось? Я спугнул этих уродов. Их человек пять было. Нет, трое. Двое. Точно двое. Вон, видите, как о меня делали. Ну, не так, чтобы сильно. Но, видно, повезло. А как они в кафе вошли? Через черный вход. Я дверь забыл закрыть. Ага. Ну, получается, они наблюдали за вами. А вышли как они отсюда? Через парадный вход. Чуть дверь не вышибли, черти. Угу. Я бы настоятельно вам советовал обратиться в полицию. Не стану. От полиции толку нет, сами знаете. Ну, ваше право. А какие отношения у вас с Ахмедом Бабаевым? Хорошие отношения. Сонная его дочка. Меня любит. Я ее люблю. Скоро свадьба. А почему вы интересуетесь? Ну, работа такая интересоваться. Покажете, где черный ход? Пойдемте. Понимаете, у Матвея точно такая же история. Ему тоже повреждают имущество в кафе. Беда. 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 Куда Ахмеду деться? Сонная доченька. Слушаю, у тебя есть совесть или нет? Оставь телефон. Иди сюда. Хорошо, папа. Ты знаешь, какая беда приключилась с твоим женихом? Что тут смешного? Что за дети? Так ему и надо. Жмот редкостный. И мебель у него в кафе старая. Может, хоть сейчас новую купит. Доченька, он твой жених. Через месяц у вас свадьба. Я уже не тот. Матвей единственный твой защитник. А ты про него так неуважительно. Будьте осторожны. Алло, Данил, у тебя камера из кафе еще передает? Да. Посмотри-ка мне, знаешь что? Да, папа. Иди. Ты знаешь, что за беда приключилась с твоим женихом? Слушай, ну-ка, подожди. А что у него за спинное стекло какое-то? Так, так, так. Поймали? Алексей Викторович решил, что таинственная встреча, назначенная на 16.30, может многое прояснить. Детектив отправился к университету. Я больше не люблю цветы. Слушай, Ром, хочешь отомстить, мсти мне. А отца не трогай, и Матвея тоже, а не моя семья. Да отец тебя продал этому придурку, а у тебя смелости не хватило отказаться. Ты в 21 веке живешь не в средневековье. Ром, я обещала отцу выйти замуж за Матвея и выйду. Да на кой черт ты меня тогда вообще позвала? Ром, пожалуйста, скажи своей банде прекратить. Наше кафе разгромлено, у Матвея одни убытки. Остановись, пожалуйста. Ты что? Какая банда? Нет у меня никакой банды. Что ты мне врешь? Я их узнала. Это Вадя и Сема, твои друзья со двора. Да они-то здесь при чем? Я их вообще уже сто лет не видел. Сонно. Да хватит мне врать. Значит так, если ты не остановишься, я пойду в полицию и все им расскажу. Второй раз тебе это с рук не сойдет. Понятно? Стой. Что значит во второй? Про случай с индусом ты забыл? Да про это весь универ говорил, а я не верила. Не знаю, я что болтал универ. Я с Кираном из-за денег подрался. Я ему курсовую на заказ написал, а он мне не заплатил, сволочь. Не разорял я твоего отца. Хочешь, я прямо сейчас пойду и отделу этих придурков Вадю с Семой. Да делай, что хочешь. Только меня оставь в покое. Сонно, я убью этих козлов. Да, добром-то это все не кончится. Алло, Данила, слушай, тут один герой на подвиге собрался. Надо бы его подстраховать. Да. Пацаны, отвалите от Сонны и не трогайте ее семью. Глянь, я бы как его зацепила. Ну что, Ромчик, горячина у тебя штучка, а? Я еще раз повторяю, отвалите от Сонны по-хорошему. Хорош впаривай. Все уже давно знают, что она не твоя. Давай, 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 кончаем. Мы серьезными делами занимаемся. Бабки зарабатывай. Какие дела? Какие бабки? Вы гопота дворовая. Ты что, совсем оборзел? Страх потерял? Блин, парень влип. Пошли. Слышь, мужик, я на время. Я отдам, я тебе сказал. Ребят, ребят, ребят. Ну как, несерьезно, двое на одного. Мужик, это у тебя что, мусор? Вот ты вали на помойку, пока я его тебе на голову не одел, понял? Зря вы так, ребят, шли бы с нашего двора, а? Смелый, а? Ну дурак. Мужик, ты крепко попал. Сужданил, ну это перебор, ты что? Вставай, вставай. Ну что, цел? Да. Опять вы? Вы что, следите за мной? Не имеете права? Спокойно, спокойно, не надо благодарности. Ну-ка, пойдем потолкуем. Я очень хочу верить, что Рома не причастен к этой истории. Да не сомневайся. Зорин сейчас едет в полицию, он даст показания против Вади и Семы. Как вы его уговорили? Да мне не пришлось его уговаривать. Он сам по своей инициативе. Да? Тогда я тоже хочу проявить инициативу. Я все расскажу в полиции. Только я вас очень прошу не говорить ничего папе про меня и Рому. А то если он узнает, это... Все, договорились. Пойдем, подвезу. Хорошо. Не верю я во внезапное узнавание. Ну, это правда. А раньше ты где была, девочка? На папашино кафе когда напали? А ты когда явилась? Ну, я просто думала, что во всем замешан Рома и не хотела его подставлять. Замечательно. А теперь твоего парня избили, и ты решила обидчиков обвинить заодно в хулиганстве? А давайте на них еще пару терактов повесим. Чего мелочиться? Зря иронизируете, господин капитан. Вот девушка вам прямо указывает на лица, совершивших преступление. Ее сказочки сильно смахивают на заведомо ложный донос. Чтоб вы знали. По статье до двух лет. Объяснили вы ей эту мелочь? Зачем же вы девчонку-то напугали? Ей полезно. Понаехали тут. Ладно, господин капитан. Вашу позицию в отношении гостей нашего города я понял. Только я предупреждаю, даром это не пройдет. Да видали мы не таких детективов. Зря мы этому полицейскому не заплатили. Как вы думаете? А я думаю, что мы сделали все правильно. Я уже поговорил с своими знакомыми, и надеюсь, что в ближайшее время капитана Сидоркина ждет очень серьезная проверка. Вот объясни, как жить, а? Отморозки по улицам бегают. А если ночью снова заявится, что мне делать? Куда бежать? Ну, придется нам самостоятельно задерживать этих злодеев. Желательно с поличным. Вы что, со мной шутите? Да какие могут быть шутки, раз полиция бездействует? Слушайте, я сюда не воевать приехал, а людей вкусно кормить. Просите, весь город обойдите. Такого лагмана, как у меня, не найдете. А плов! И что мне за это? Меня убьют? Матвея убьют? А что будет с моей дочкой? Прежде всего, вам нужно успокоиться. Все будет хорошо. Займите своим кафе, ну, наготовьте всего вкусного. Лишь и клиент к вам вернется. Да, да. Это я вам принес. Ахмед Рустамович, вот это тут лишнее. Хотите меня обидеть, да? Отказываетесь от моих фирменных шашлыков, а я же от чистого сердца. Здрасте. Здрасте. Шашлыком, что ли, пахнет? Кафе Ахмеда Бабаева разгромлено. Хозяин винит во всем Романа Зорина. Но детектив Насонов выясняет, что Роман влюблен в дочь Бабаева Сонну и не имеет отношения к нападению на кафе. Детективам удается установить настоящих виновников погрома, но за хулиганами явно стоит кто-то еще. Точно, шашлык. Чувствуй себя собакой Павлова. Можно? Давай, давай. О! Я стащу порцию? Да забирай все. Ну давай, рассказывай, что нашел. Так, оказывается, в городе уже были случаи нападения на восточное кафе. А что с хозяевами? С ними поговорить можно? Ну, они так испугались, что сбежали из города. Да, и самое главное, бизнес у жертв хулиганов купил Матвей Сапатов. Ух ты! Какой шустрый жених-то у Сонны, а? Ну, насчет свадьбы, это пока нет никаких гарантий. Могут случиться всякие форс-мажоры. Невеста сбежит, например. А форс-мажор, это полезно. Слушай, а мне кажется, я знаю, как вытянул главаря этой банды. Ну, ты все понял? Да. Как чувствуешься? Нормально, я в норме. Ну, если что, мы прикроем. Ты что, приперся? Тебе что, прошлого раза мало было? А он за добавочкой приперся. А? Ромочка! Ты скажи спасибо, что тот козел за тебя вступился. Че ты за чел был? На еду убью, гады. Да ладно, че вы, пацаны? Просто мужик какой-то мусор выносил. Да ладно, парни, ну че вы как неродные? Мы же с вами уже сто лет тусуемся. А че ты такой нежный? Ты че, мириться приперся? Да нет, просто деньги вот так вот нужны. А кроме какого, у меня обратиться больше некому. А мы тебе че, банк? Ну, вы же говорили, что зарабатываете хорошо. А ты че, хочешь к нам на хвост упасть? Семчик, так он к нам в дело хочет. Перехочет. А ты че к своим шашлычникам-то не пошел за бабками? Да они труханули, на родину валят. Ахмед кафе продает, и покупателя нашел. Да там и цена нормальная. А Сонна вообще чемоданы собрала. Э, парни, ну так че, вы меня в дело берете или нет? В следующий раз. Вам нечего бояться. Вам легко говорить. На вас бандиты не нападают. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вот. Матвей Зеваннишин. Что мне сказать? Отвечайте так, как мы с вами договорились. Только поставьте на громкую связь. Хорошо. Приветствуйте, Ахмед. Я тут новость услышал. Люди говорят, ты кафе продаешь. Откуда знаешь, дорогой? Слухами земля полнится, дорогой. Что скажешь? Ну, покупатель подвернулся. Хорошую цену платит. Так дела не делают, Ахмед. Ты ведь обещал до нашей свадьбы кафе не продавать. На обещание свадьбу не сыграешь, дорогой. А хороший человек наличными платит. Как знаешь. Хочу с тобой насчет свадьбы встретиться, поговорить. Зайду к тебе. Прости, дорогой, но сегодня не могу. Весь вечер в кафе буду бухгалтерию в порядок приводить. Давай отложим этот разговор на завтра. Зачем пришел? Нам скоро родственниками стать. А ты кафе продаешь. Нехорошо. Не по родственному это. Я обещал отдать тебя сону, потому что считал тебя достойным человеком. Но, видимо, я ошибся. Ты просто преступник. О чем говоришь, дорогой? Нанял бандитов, чтобы разорили меня. Хотел забрать мое дело за копейки, а я тебя воспринял как сына. Я тебе доверил самое ценное, что у меня есть моя дочь. Как ты людям в глаза-то будешь смотреть, а? Без кафе твоей сонне грош цена. Не смей морать имя моей дочери. Ты хочешь меня убить? Придется. Ты зачем детектива нанял? Так бы погулял на нашей свадьбе и денежки за кафе получил. А теперь я на твоих похоронах выпью и кафе бесплатно получу. Стоять! Цел! Цел! Ахмед, убью! Кафе дотла сожгу! Слышишь ты, собака, тебе не жить! Тихо, тихо, тихо! Сейчас полиции будешь рассказывать, что ты сожжешь, кого убьешь. Полиции тоже люди! Думаешь, интересно, что ли, новое дело раскапывать? Ты, случайно, не знаком с капитаном Сидоркиным-то, а? Давай, иди, на выход. Слышишь ты? Я тебе кафе сожгу! Спасибо вам. Если бы не вы, то я свою сону отдал этому шайтану. Да вы-то себя не казните. Вам теперь ремонт в кафе делать надо. Да и шелками с вами заниматься. А плов? А, а хлова? Это что за самоуправство? Это моя территория. Я решаю, кого арестовывать, а кого нет. Да здесь никто никого не арестовывал. Я вот только хулиганов задержал. Ты, кстати, капитана, немного на себя берешь, не надорвешься, нет? Что? Да я тебе... Добрый вечер. Вы капитан Сидоркин. А ты кто такой? Очередной частный детектив? Защитник униженных и оскорбленных? У меня сегодня неприемный день. Приходи на следующую неделю. А лучше через месяц. А на собственную безопасность у вас личное время распространяется? Впрочем, лучше вы к нам. Завтра в девять, капитан. Извините, день суматошный. И ночь не лучше. Вот с товарищем детективом преступников ловим. Совсем хулиганы замучили. Да, Ахмед? Против Сидоркина возбуждено уголовное дело. Матвей Сапаров и его подручные находятся под следствием. Ахмед отремонтировал кафе. Сонна снова встречается с Романом. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Кулакова Стой! 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 Ты что творишь-то, а? Мужик, ты что творишь? Ты что, пьяный что ли? Нет, я не пьян. То есть да, я выпил немного, но не в этом дело. Помогите мне. Увезите меня отсюда. Черт, ну садись давай, а то там знак остановки запрещена. Не хочу, из-за тебя штраф платить. Ты что все оглядываешься-то, а? Ты что, с места преступления скрываешься? За тобой погоня что ли? Откуда вы знаете? А, значит я не ошибся. Ну не мудрено, я же частный детектив. Вы частный детектив? О боже. Вот тогда помогите мне. Ты что, действительно что-то серьезное натворил? Да нет, потом ты и делаешь, что я... Ладно, я сейчас вам все расскажу. Палыч. 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 Даниль, может, уйдем? Нет, я законов не нарушаю. К тому же, это бесполезно. Наверняка кто-то видел, что ты сел в эту машину, позвонили в полицию, не объявили план перехват. Ну, все. Погибли. Да не волнуйся, я тебе помогу. Ох уж мне эти офисные корпоративы. Каждый год что-то случается. Ваш клиент Семен Сафонов задержан по подозрению в покушении на своего босса Александра Багина. А почему подозревает именно Сафонова? На нем была кровь Багина. И его видели на месте преступления. Также его отпечатки на ноже, которым пытались убить Багина. А эксперты что говорят? Что рост предполагаемого преступника совпадает с ростом Семена Сафонова. А мотив? Свидетели сообщают, что мужчины давно конфликтовали. Супруга Багина Алла, бывшая жена Сафонова. В ней кроется причина ссоры. Вот оно как. Ну, а с Багиной-то что? У него острая кровопотеря. Неизвестно, выживет ли. У меня такая просьба. Я могу поговорить со своим клиентом? Вообще-то не положено. Ну ладно. Может, сумеете его разговорить, а то молчит и молчит. Только ненадолго. Его сейчас приведут в комнату допросов. Спасибо. Можно? А, Багина Алла Николаевна. Да. Проходите, садитесь. Фуэль, значит, вы не обманули? Вы действительно мне поможете? Ну, если только ты вчера ничего от меня не утаил. Я говорю вам чистую правду. Садись, садись. Тогда объясни мне, почему на ноже, о котором пырнули Багин, обнаружили твои отпечатки пальцев? Я этот нож утром в офисе взял. Лимон порезать. Я правду говорю. Ну, вы посмотрите на меня. Ну, какой из меня убийца? Вы с Багиным ссорились в тот вечер? Даже дрались. Ну, из-за чего? Ну, он меня подкалывал по поводу Алки. Это моя бывшая. Это я знаю. А на празднике он совсем с ума сошел. Ударил меня, стал кричать, что я ее любовник. А это не так? К сожалению, нет. Я хотел бы, чтобы она была со мной, но... Она теперь птица другого полета. Значит, ты на него кинулся? Ну, а потом что было? Ну, дальше нас разняли. Багин вроде собрался домой уезжать, а я пошел водку пить. Алка меня еще успокаивала. Так, она тоже там была? Ну, да. Она приехала позже остальных. С Багиным они не разговаривали. Детектив Лукина решил дождаться Аллу возле здания РОВД. Алла, можно с вами поговорить? Что вам нужно? Я частный детектив, занимаюсь делом Семена Сафонова. Как вы думаете, Семен способен убить человека? Да Семен совсем сдурел. Я уверена, это он хотел убить моего Сашу. А все потому, что я ему отказала. Извините, но Семен был вашим мужем когда-то? Да. Такой нескромный вопрос. Почему ваш нынешний муж считает, что вы сейчас Семеном любовники? Да мало ли завистников. Каждый мог наговорить все, что угодно. А Саша ревновал меня к каждому столбу. Извините, мне некогда. Спасибо. Алло, Ань. Да, Игорь Петрович. Слушай, у меня для тебя задание. Мне нужна информация на Аллу Николаевну Багину. Угу. И еще позвони секретарю Багина. Выясни, когда она сможет прийти к нам в офис. Поняла, все сделаю. Давай. Нешуточные страсти разгораются у забора строящегося торгового центра в Екатеринбурге. Обороняться от недовольных строительством жильцов близлежащих домов строители решили. Доброе утро. Доброе. Что-нибудь про Аллу выяснили? Ну, Алла обычная девочка, которая приехала к нам из села в поисках лучшей партии для себя. Да, сначала ей подвернулся Семен, а потом она решила повысить планку и подцепила Багина. Стало быть, бойкая девушка. Я думаю, в первую очередь нужно опросить секретаршу Багина. Секретарша всегда в курсе всех офисных интриг. Ну, она... А... А вот и она. Ебелина Кудрявцева? Да. Это мои помощники, вы не волнуйтесь. Раздевайтесь. Поговорим в кабинете. Кофе хотите? Нет, спасибо. Аню, сделай кофе. Пойдемте. К детективу Лукину обратился за помощью Семен Сафонов. Во время корпоратива он обнаружил своего босса Александра Багина с серьезным ножевым ранением. Сафонова арестовали по подозрению в покушении на убийство. Всем было известно, что мужчины открыто конфликтовали из-за бывшей жены Семена Аллы. Спасибо. Пожалуйста. Аня, останься. Может, твоя помощь понадобится. Хорошо. Вы знаете, я хочу сказать, что очень сожалею о том, что Сему арестовали. Я уверена, он не виноват. Скорую полицию вы вызвали. Вспомните, Елена, пожалуйста, все, что вчера вечером произошло. Да Багин вчера словно с цепи сорвался. Ну, с ним особо вообще никто не связывается. Но Сему он уже просто не мог терпеть. Ну, 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 успокойтесь, Елена. Если вы хотите помочь своему коллеге, вам придется рассказать все, что вы знаете. Скажите, у Багина враги есть? Вы знаете, у нас до Багина был директором Георгий Львович Яшин. То есть вы хотите сказать, что Багин его подсидел? Именно Яшин устроил Багина в нашу фирму. А потом стал болеть. И Багин на одном из совещаний предложил свою кандидатуру на его место. И где сейчас этот Яшин? Ну, если честно, я не знаю, но он, как уволился, сразу лег в больницу. Ань, наведи об этом Яшине справки. Хорошо, сделаю. Евелина, у вас в офисе есть камера наблюдения? Да, конечно. Мне бы посмотреть записи с этих камер. Их полиция забрала, но я успела сделать копию. Молодец, вы просто молодец. И еще я хотел бы осмотреть место происшествия. Да, я как раз сейчас в офис еду. Замечательно. Я вас подвезу. Я тут телефон Багина нашла случайно. В его кабинете лежал. Можно я взгляну? Конечно. От брата. Ты чего трубку не берешь? Видел вчера твою с хахалем. Недалеко от офиса позвони. Вот это уже интересно. Вот здесь все записи. Спасибо. Я смотрю, камер-то у вас совсем немного. Да это Багин все экономит. Половину приказал снять. Я могу вашим ноутбуком воспользоваться? Да, конечно. Дань, что там у тебя? Игорь Петрович, я насчет Яшина. Я узнала, в какой больнице он лежит. Сейчас пришлю вам его адрес. Замечательно. Я тогда прям сразу к нему съезжу, поговорю. У меня для тебя будет персональное задание. Аня, я тебе сейчас скину. Записи с камер наблюдения вовсе Багина. Ты их просмотри повнимательней. Может, что-то интересное найдется. Хорошо, сделаю. Да, Игорь Петрович. Алло, Ань. Я только что из больницы. Так вот, Яшина еще вчера выписали. Ой, Игорь Петрович, извините, пожалуйста, я не проверила. Я сейчас вам пришлю его домашний адрес, хорошо? Ну, будь в следующий раз повнимательней. Извините, пожалуйста, вы не в этом подъезде живете? А вы Георгия Яшина не знаете? Еще как знаю. Это я. А вы что-то хотели? Ты заметил? Угу. Алло, Игорь Петрович, а вы сейчас где? Вообще-то собирался пообедать заехать, а что? Ой, извините, что я вас отвлекаю. Дело в том, что мы тут с Егором просматривали записи. Одна из камер установлена прямо в коридоре напротив туалета. И тут мы заметили странность одну. Ну, и что там, рассказывай. Ну, дело в том, что пока не приехала скорая, в туалет зашло поглазеть пятеро сотрудников. Потом они вышли. А через некоторое время вышел еще один человек, шестой. Только лицо его разглядеть нереально. Слушай, возможно, ты есть убийца. Надо раздобыть записи этих видеокамер. А что с Яшиным? Вы его нашли? Нашел. Но он физически не мог этого сделать. Да и нанять кого-то он не успел бы за сутки после выписки из больницы. Да болен он сильно, не до мести ему. Игорь Петрович, еще. Тут нет утренних записей. Я не знаю, то ли камеры не работали, то ли их кто-то стер. Хорошо, тогда я возвращаюсь в офис к Багину. А я опять к вам. Ой, вы меня напугали. Узнали что-нибудь? Да вы выяснили, что у нас нет утренних записей. Может, вы их забыли скопировать? Да нет, я же говорила вам, что Багин жуткий скряга. Он утром все камеры выключил, а к вечеринке включил, чтобы посмотреть, никто ли ничего не стащил. А вы домой-то не собираетесь, а то могу подвезти. Да нет, спасибо. Вон, видите, какой завал. Багин недавно курьера нанял, а тот в самые важные дни на работу не приходит. Вот придется само все разводить сегодня. А этот курьер, он вчера был на корпоративе? Так в том-то все и дело, что не был. Поняла бы я еще, если бы человек перепил, и поэтому не пришел, а так? А что за курьер? Зовут Дмитрий. Больше ничего не помню, но он такой подозрительный. А есть данные этого курьера? Анкета какая-нибудь? Да, сейчас посмотрю в отделе кадров. Угу. Анют, я тебе сейчас скину анкету одного человечка. Попробуй на него собрать информацию. Давай. Вот, Баткалов Дмитрий и фотография. Я эту анкету с собой заберу? Да, делайте все, что нужно, только помогите Семену. Угу. Да, я слушаю. Значит так, курьер Дмитрий Баткалов – бывший сосед Аллы Багиной. Я проверила, Игорь Петрович. Понял. Спасибо. Семен, Багину стало хуже. Тебе светит приличный срок. Посмотри, пожалуйста, внимательно. Был ли на вечеринке этот человек? Да не знаю я. Вы же детектив. Помогайте мне. Посмотрите, что со мной сделали урки. Ну, допустим, допустим. Ты этого человека не помнишь. Напрягись. Может, тебе жена рассказывала о своем бывшем соседе по фамилии Баткалов? Может, и рассказывала. Но на вечеринке его точно не было. Он имеет к этому какое-то отношение? Думаю, имеет. Ты здесь не раскисай. Я делаю все, что в моих силах. Ну, если я правильно понимаю, то нам сюда. Тишина. Может, постучать? Не надо. Оставайся его караулить здесь. А я съезжу на фирму к Багину. Может, кого еще опрошу. Спасибо. Вы мне очень помогли. Ну, как? Нашли этого? Забываю фамилию все время. Баткалова? Да нет пока. Евелина, у меня к вам такой вопрос. Вы ничего не слышали про развод Багина и Аллы? В коллективе такие случаи ходят. Да наш Багин каждую неделю грозится то уволиться, то развестись. А за день до трагедии тоже грозился? Да, он там что-то кричал по телефону про развод. А вы, случайно, не знаете, где они с Аллой расписывались? Да, центральный ЗАГС. Спасибо. Алло. Анют, у меня для тебя задание. Можно? У меня перерыв. Я помощница частного детектива. Я вам звонила по поводу Багина. Ну, помните? Ладно, заходите. Спасибо. Скажите, пожалуйста. Что там у вас? Вы помните вот этого мужчину? Я всех брачующихся у себя помню, девушка. А разводящихся? Да был он, был. Ну, пришел злой, как собака. Я отправила его госпошлину платить. Но он не вернулся. А он один приходил? Один. Правда, жена его тоже приходила. Потом. А что она хотела? Ревела. Просила их не разводить. Да, говорила, что не согласна. Документы тут начала рвать на столе. А вы что? Ну что, охрану вызвала. Увели ее хулиганку. Она там в коридоре что-то еще кричала. Знаете, что, девушка, скажу я вам? От таких баб добра не жди. Я еще при регистрации об этом подумала. Да, она тут целый час из себя улыбку выдавливала. Но я-то сразу вижу, меня не обманешь. Вот скажите мне, пожалуйста, вот зачем молодой красивой девушке вот такой мужчина? Детектив Лукин расследует покушение на убийство Александра Багина. Полиция считает, что Багина пытался зарезать его же подчиненный Семен Сафонов из мести. Однако Семен уверяет, что не делал этого. Следствие продолжается. Да, Егор, слушаю тебя. Алло, Игорь Петрович. Ну, объявился наш Баткалов. Только что в подъезд зашел. Понял, скоро будут. Давай за ним. Слушай, а в этой больнице Багин лежит. И что его сюда принесло на ночь глядя? Сто третья палата, вперед! Я бы не стал на вашем месте этого делать, господин Баткалов. Ну, далеко убежал? Алло, полиция? Соединяйтесь со следователем Платовым. Сейчас приедет полиция, и я вам советую во всем сознаться. Это действительно облегчит вашу участь. Я его просто ненавидел. Из-за Аллы. Это моя женщина. Вот я и решил вам очкануть. Насколько я понял, Алла ваша бывшая пася. Я думаю, она содействовала преступлению. Вы хотите сказать, что я без бабы не надумался бы? Да ты вообще кто такой, дядя? Приветствую. Приветствую. Берите его. Люблю я ее. Безумно люблю. Она здесь совершенно ни при чем. Да, вы правы, мы были вместе. Но потом я сел. А когда меня освободили, она замуж за другого вышла. Вот я и решил отомстить. Странное дело, а? Зачем вы решили отомстить мужу, а не ей? Ведь это она вас не дождалась. Да люблю я ее, сказал же. Уводи его. Много вас влюбленных. Я думаю, что Семена с Афонова можно отпускать. Сначала мы все выясним. Вы можете поехать с нами. Угу. Ну что там? Игорь Петрович, я нашла адвоката Багина. И даже договорилась встретиться с ним в частном порядке. Так, и что? Ну, он мне подтвердил, что Багин действительно хотел разводиться с Аллой. Так. А Али Николаевне это, похоже, невыгодно. Совершенно верно. Они в браке всего года, и Багин еще не успел записать на нее свое имущество. Так что в случае развода Алла осталась бы ни с чем. Понятно. А за год она же привыкла к хорошей жизни. Игорь Петрович, ну вы уже понимаете, что это все не случайно? Правильно. Молодец. Михаил Игоревич, а вы не думаете о причастности ко всему этому Аллы Багиной? У меня нет основания обвинять ее в чем-то. Вы же понимаете, нет доказательств. Баткалов все взял на себя. Мол, сидел в туалете, ждал Багина. Он вошел, я ударил. Предусмотрительно перчаточки надел. Ты ему веришь? А чему тут верить? Преступник пойман. Дело можно передавать в суд. А вашего клиента я сейчас выпущу. Только документы все подготовлю. Анют, нужна твоя помощь. Нужно позвонить этой роковой женщине Алле Багиной. Так, и что сказать? Значит, представишься медсестрой из больницы. Скажешь, что ее мужу стало значительно лучше. Что-то я вас не совсем понимаю. А вот я, кажется, все понял. Игорь Петрович хочет подловить тесеньку, так сказать, на живца. Собирайся, поехали в больницу. Разограем там одно представление. Хорошо. Как только она войдет, включай запись. Да, ты раньше времени тебя не спугни. А то потом ничего не докажем. Ну, давай. Значит, выздороветь вздумал. Я,говоря. Ну, уж нет. После года унижений рядом с тобой. Я не собираюсь становиться бомжихой. Ты уж прости, Саша. Стоять! Ее арестовали? Ну да. Ведь это именно она же тебя подставила. Зачем? Понимаешь, освободился ее бывший любовник. Но я еще спрашивал у тебя про него, этот Баткалов. Ну, у них опять закрутилось. Ну, в общем, вспомнили молодость. Со стороны Аллы, конечно, ничего серьезного, только муж узнал про ее интрижку. Он, правда, не знал, с кем именно она ему изменяет. Но решил подать на развод. Алле был невыгоден на развод. И она продумала план, чтобы остаться при деньгах. Ну, и решила его выполнить с помощью Баткалова и вас. Она сказала мужу, что изменяла ему с вами. Она прекрасно знала, что в тот же вечер он бросится бить тебе морду. Договорилась с Баткаловым. Тот утром, еще до того, как включили камеры наблюдения, спрятался в туалете в кабинке. Ну, а после вашей с ним драки она дождалась, пока Багин пойдет в туалет, предупредила своего подельника, заблаговременно передав ему нож с отпечатками пальцев. Ну, и он выполнил все ее указания. Ничего себе. Ну, я, конечно, знал, что она та еще не до такой же степени. Ну, и что с ней теперь будет? Сядет вместе с Баткаловым за подстрекательство и покушение. Сема, тебя совсем отпустили, да? Пойдем, мы здесь больше не нужны. Дмитрий Баткалов и Алла Багина были осуждены на 12,8 лет соответственно. Через три месяца после суда Семен и Евелина поженились. Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. В тот день Наташа пришла в третью городскую больницу, чтобы навестить свою знакомую. Простите, а вы кого-то ищете? Да, у меня подруга здесь лежит, в 18-й палате. Не подскажете, где это? А вам какое отделение нужно? Терапевтическое. Вы ошиблись, это детское. Терапия у нас в другом корпусе. Вы ходите и сразу налево. Ой, спасибо, а то я брожу и найти не могу. Где мой сын? А что случилось? Не вернусь в палату, а его нет. Девушка, ну успокойтесь, дети такие непоседы. Наверняка куда-нибудь убежали. Куда он убежал? Он всего три месяца. Мария Дмитриевна, успокойтесь. Где мой сын? Где он? Я вас просила за ним присмотреть. Слушай, Данила, а ты не знаешь, почему Наташа задерживается? Нет, Алексей Викторович, не знаю. Да, да, Алексей Викторович. Алло, Наташа, а ты скоро? Да, я в больнице застряла. Тут, похоже, проблемы. Серьезные? Да, ребенок пропал. Я перезвоню вам. Я же вам говорила, ну ищите теперь. Мария Дмитриевна, ну успокойтесь. Да, девушка, прекратите истерить. Вы этим делу не поможете. Нужно как следует обыскать больницу, а лучше всего позвонить в полицию. Я мужу позвоню. Да я только вчера с Олежкой легла. У него какие-то проблемы с легкими обнаружились. Врач сказал, что нужно пройти обследование. Так, а палата у вас отдельная, я смотрю, да? Это платная палата. Леня, мой муж сказал, что ничего не пожалеет. Главное, чтобы с ребенком все в порядке было. А, это Элла Станиславовна, заведующая новым отделением. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? Я ушла в столовую, а Олежка спал. Я ее попросила присмотреть за ребенком. Возвращаюсь, здесь нет никого. Теперь вы рассказываете. Это допрос? Вы из полиции? Нечего здесь глазеть, идите работать. Я помощница частного детектива. И не исключено, что наша помощь вам еще понадобится. Я ничего плохого не делала. Мальчик уснул, я села рядом. Потом позвонил местный телефон. Какая-то женщина сказала, что девочке из третьей палаты стало плохо. Я пошла туда. Но там оказалось все в порядке. Я пошла обратно. Подумала, что кто-то неудачно пошутил. Потом я встретила вас дальше, вы знаете. Что за барнак? Всех пересажаю. Это Леня. Леня. Дайте пройти. Где моя жена? Леня. Где Олег? Я не знаю. Мы всю больницу обыскали. Его нет нигде. Так, понятно. Полиция сейчас приедет. Это она? Да. Ну, молись. Если с моим ребенком что-то случится, я тебя на лесоповале сгною. Я не виновата, честное слово. Ну, не виновата. Я ну, скажите вы, пожалуйста. Так, эта девушка находится под нашей защитой. А вас я попрошу не хамить. Полиция разберется. Вернувшись в офис, Наташа рассказала Алексею Насонову подробности нового дела. Соответственно, наша клиентка Галина Зырянова, медсестра детского отделения больницы. А с остальным персоналом ты поговорила? Я не успела. Там отец потерпевший такой кипиш поднял. Кричал, что весь персонал на нарах сгноит. А кто он такой? Он Леонид Журавлев, бизнесмен. У него своя фабрика по пошиву трикотажных изделий. Ага, понятно. Значит, владелец заводов газет-пароходов. Да. Потом приехала полиция, и основное подозрение пало, соответственно, на нашу клиентку Галину Зырянову. Ее задержали? Нет. Прямых улик против нее нет, но она последняя, кто видел мальчика. Еще ребенок был оставлен именно на ее попечении. Ну, обвинить ее в похищении ребенка вряд ли смогут. А вот предъявить обвинение в халатности – это вполне возможно. Значит, тогда делаем так. Данила, ты поезжай в больницу, поговори с персоналом. Я думаю, сейчас там уже все успокоилось. Ну, а ты, Наташа, тогда поезжай к Журавлевым. Здравствуйте. А… Извините. Вы Зоя Вершинина. Можно задать вам пару вопросов? Не топчи-то тут. Я помощник частного детектива. Мы расследуем пропажу ребенка из вашей больницы. А я тут при чем? Я только что разговаривал с охранником на входе. Он видел, как между 13 и 14 часами из корпуса больницы вышла женщина с грудным ребенком на руках. И что? Еще он видел, как вы с этой женщиной общались в нижнем холле. Поэтому я к вам и обращаюсь. Заблудилась. Где выход спрашивала, я подсказала. Как эта женщина выглядела? Небольшого роста, рыжие волосы. Я больше ничего не помню. Вообще тут и гадать нечего. Я точно знаю. Галька украла ребенка. Зырянова? А почему вы так решили? Так а больше некому. Стерва же она. Бочку на меня постоянно катит, а сама косячит. То укол забудет поставить, то таблетки перепутает. Но это еще не доказательство вины. Доказательство не мое дело. Отойди в сторонку. И все же, что вы можете рассказать о Зыряновой? Об этой гадюке мужики от нее бегут. В девках засиделась. Бездетная. Поди дома от тоски воет. Вот она и украла-то ребенка, чтобы не подохнуть от одиночества. Сомнительно. Хочешь – верь. А хочешь – не верь. Я тебе точно говорю. Галькина работа. Я и полиции так сказала. Что ж, спасибо большое. Не буду вас больше беспокоить. Чего вы от нас хотите? Нас и так два часа полиция допрашивала. Я понимаю. Я хотела узнать, кого вы сами подозреваете. Ну, сами понимаете, в детском отделении лежат десятки ребятишек. Но почему-то пропал именно ваш. Ну, это же ясно, как божий день. Я состоятельный человек. Об этом очень многие знают. Вот они и украли Олега для того, чтобы бабки с меня стрясти. Мрази. Да, это все понятно. Но я навела справки, что в соседних палатах лежали дети еще двух довольно обеспеченных бизнесменов. Но их дети не пропали. Подождите. К чему вы клоните? Ну, может быть, у вас есть враги? Какие-то люди, с которыми у вас личные счеты? Враги. Ну, если только у Лени какие-нибудь конкуренты по бизнесу. Да не пари чушь. Нет у меня никаких врагов. И вообще, к чему все эти расспросы? Ребенка кто проворонил? Медсестра? Вот с нее и спрос. Здравствуйте. Вы? Ну, ты и нахалка. Здрасте. Ты что, сама нарываешься? Ты что, хочешь, чтобы я тебя вот этими руками в бараний рог согнул? Так, давайте успокоимся. Спокойно. Что вы хотели? Я просто хотела поговорить. Может, вы все-таки заберете заявление? Ну, пожалуйста. Я ведь, честное слово, ни в чем не виновата. Хотите, я денег вам дам? Что? И у тебя хватает совести? Я своим сыном не торгую. Но я-то его не крала. Крала, не крала, не знаю, проворонила. Факт. Будешь сидеть, поняла? Так, ладно. Нам нужно уйти, а вас я попрошу воздержаться от оскорблений в адрес моей клиентки. Или я сама на вас в полицию заявлю. Пойдемте. Да. Да, Данил, я поняла. Ты сейчас в офис? Угу. Я тоже скоро подъеду. Галина, у меня к вам буквально пару вопросов. Что вы думаете по поводу Зои Вершининой? А что Зойка? Она меня считает своей главной врагиной. Поэтому она плетет все, что угодно. А откуда такая нелюбовь? Да все очень просто. Работает она плохо. Да еще пьет очень сильно. Я ей делала несколько раз замечания. И обещала пожаловаться нашей заведующей. Так, а она? Ну и что она? Огрызалась в ответ. Говорила, не лезть не в свое дело. Но я ей тогда ответила. Еще одно замечание по дисциплине. И вылетит с работы, как пробка. Так, и когда это было? Вчера, наверное. А почему вы спрашиваете? Ну, просто мне только что по телефону сказали, что Зоя Вершинина считает, что это вы украли ребенка. Вот, гадина. А вы тоже нашли, кому поверите. А мы не поверили. У Марии Журавлевой из палаты городской больницы пропал трехмесячный сын. Подозрение падает на дежурную медсестру Галину Зырянову. Отец мальчика, бизнесмен Леонид Журавлев, уверен в ее виновности. Этой же версии придерживается официальное следствие. Галина обратилась к частным детективам с просьбой о помощи. В общем, Галина сказала мне, что несколько раз заставала ее пьяной на работе. Вот вам версия. Вершинина испугалась, что Галина выполнит свою угрозу и пожалуется на нее начальству. Поэтому решила нанести упреждающий удар. А женщина, которую засек охранник, ее сообщница. То есть ты считаешь, что они решили украсть чужого ребенка, чтобы посадить Галину? Не слишком ли это? Ну, может быть, она это сделала ради выкупа. Тетка пьющая, денег вечно нет, зарплаты у санитарок, сами знаете какие. Да нет, нет, слишком не соизмеримый риск. Но в одном, Данил, ты прав, к этой вершине надо присмотреться повнимательнее. А давайте я с ней поговорю, ну, как женщина с женщиной. Да пошлет она тебя куда подальше. Тут другой подход нужен, неофициальный. Я сам попробую. Направляясь домой к Зое Вершининой, Насонов стал свидетелем любопытной сцены. Я тебе сейчас подсобки запру, посидишь там, пока полиция приедет. Да пусти ты, пусти ты, пусти ты, пусти ты, пусти ты. Тихо, 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 тихо. Что у вас случилось-то здесь? Бутылку водки с полки сперла. Думала, не заметит никто. Я тебя в прошлый раз отпустил, сейчас точно полицию вызову. Ну, я же отдала, не надо полицию. Слышь, друг, отпустил бы ты ее, а? Да с чего это? Знаешь, а я частный детектив. Сам проведу с ней разведительную беседу, вот честное слово. А, ну раз так, ладно. В следующий раз увижу, как воруешь, получишь по полной программе. Спасибо, спас ты меня. Да не за что, как спасенную зовут? Вершинина я, Зоя, санитаркой работаю. Как ты, на лосая зверь бежит. Зоя, а ведь я к тебе шел, поговорить мне надо с тобой, вопросы есть. Ну, пошли, мне немножечко выпить осталось, покалякаем. Ой. И не стыдно тебе, Зоя Вершинина? Ты про бутылку бес попутал. Трубы горят, и денег нет. Да нет, я не про бутылку. Ты зачем Галину Зырянова говорила? А, вот ты про что. Про пацана, которого украли. Именно про него. Да никого я не оговаривала. Галька к этому сто пудов руку приложила. Ну, а ей-то зачем чужой ребенок? С коврой у них с врачихой топаловой. Бесплодная она, ничего и не светит. Как мужики про это узнают, так и бегут от нее. Ну, взяла бы себе ребенка вон тогда из детского дома. Да говорю же, ну, мужа у нее нет. Семья неполная. Таким не дают. Ну, вот и решила украсть. И Гальку подбила. Ну, что ж, надо его всю жизнь прятать, что ли, будет? Ты себе как-то представляешь. Ты что, следила за ними? Как же. Ну, увидала однажды случайно. Ой, какие мы чудесные. Чудесные. А можно я подержу? Да, конечно. Замечательный у вас мальчик. Просто ангелочек. Правда, Галь? Да, Ластаниславовна. Еще и спокойный. Я ни разу не услышала, чтобы он кричал. Он кричит только, когда есть просит. А так спит и спит. Берегите его. Дети – это счастье. Пойдемте, Галь. Пойдемте. Мне еще в девятую палату надо зайти. Сидай, сидай. Дорого бы я дала, чтобы у меня был такой ангелочек. Анна Станиславовна, вы еще молоды. Все будет. Нет, Галь. Я врач, и я точно знаю, что своих детей у меня никогда не будет. Но есть другой вариант. Какой? Это пока секрет. Ладно. Какие у нее могут быть варианты, кроме как чужого ребенка украсть? Да глупости. Она образованная женщина и наверняка прекрасно знает процедуру усыновления. Это очень сложно сделать. Ты думаешь, она его дома прячет? Оставила пади до поры до времени у знакомых. Потом прикинется беременной, документы поделает, у нее знакомство. И выдается своего. Да нет, повторяю, это очень сложно сделать. Практически невозможно. Ничего подобного. Она хитрая, я знаю. На следующее утро детективы вернулись к обсуждению дела об исчезновении ребенка. Топалова Элла Станиславовна, 78-го года рождения. Она окончила медицинский институт по специальности врач-педиатр. С 2009 года работает заведующей в городской больнице номер 3. И послужной список у нее абсолютно безупречный. Сплошные награды, денежные премии, благодарности от пациентов. В общем, мне кажется, она очень хороший специалист. Ну и, честно говоря, я не верю, что она могла украсть ребенка. А я верю. Ну тогда тебе и карты в руки. Понаблюдай за Топаловой. Посмотри, куда ходит, с кем встречается. В общем, действуй. Наташа, тогда скинешь смс к ее адресу? Хорошо. Наблюдение за Эллой Топаловой дало быстрый результат. Алексей Викторович, она вошла в магазин детских товаров. Хорошо, постараюсь проследить. Ну что вы наделали? Извините, пожалуйста, я сейчас все соберу. Извините еще раз. Вы молодая мама, да? Это не ваше дело. В общем, версия подтверждается. Топалова покупает детские вещи, но для кого не говорит. Ну, может, она только тебе не говорит? Я пообщался с соседкой. Та видела, как Топалова покупала детскую коляску. Та спросила, для кого Топалова промолчала. Ну, может быть, она все-таки забеременела? Да нет, это исключено. Я получила доступ к ее медицинской карте. В общем, такая разновидность бесплодия абсолютно неизлечима. Ну, если только произошло чудо. Тогда все ясно. Сообщаем в полицию? Подожди, подожди. Ну, то, что бездетная женщина покупает детские вещи, это еще не повод считать, что она совершила похищение ребенка. Что делаем? Продолжаем наблюдать, хотя, я уверен, пустышку тянем. Ну, привет. Давно ждешь? Нет, только что пришла. Извини, задержался. Я в ювелирный заезжал. Такие нам кольца присмотрел, шикарные. Конспиратор. Почему меня не взял? Сейчас поедем и посмотрим. Тебе обязательно понравится. Тогда пошли. Пошли. Слушай, Элла, я спросить у тебя все время хотел. Вот мы полгода знакомы. Через две недели свадьба. А ты меня почему-то прячешь от своих друзей. Кто из нас после этого конспиратор? Ты мне не веришь, да? Верю. Но я хочу, чтобы ты еще раз подумал. Все взвесил. Спросил себя, нужна ли я тебе такая. Какая такая? Ты о чем? Ты же знаешь, я не смогу родить тебе ребенка. Мы же с тобой обо всем поговорили. Все решили. Ты не передумаешь? Ну, конечно, нет. Тогда я прямо сегодня объявлю о нашей свадьбе. Вот и молодец. А теперь ювелирный за кольцами. Слушай, а может быть это просто спектакль? Они не могли тебя заметить? Вряд ли. Для спектакля это слишком хорошо сыграно. Ну и что, тупик? Ну, похоже на то. Версия с Элой отпала. Виновность Галины я не верю. А Вершинина это так вообще мелкая пакостница. Но похищение ребенка она не пойдет. Вы знаете, я тут продолжала изучать медицинские документы и нашла данные о пропавшем малыше. Ну, об Олеге Журавлеве. Так вот, судя по этим документам, ребенок абсолютно здоров. Интересно. Зачем же тогда его вместе с матерью положили в больницу? А ведь правда интересно. И лучше всего этот вопрос задать врачу. Из палаты городской больницы пропал трехмесячный ребенок. Его родители, Мария и Леонид Журавлевы, подозревают похищение дежурную медсестру Галину Зырянову. Частные детективы проводят собственное расследование. Среди новых подозреваемых санитарка Зоя Вершинина и заведующая отделением Элла Топалова. Я слышал, вас можно поздравить. Счастья вам. Спасибо. Мне даже самой не верится. Как будто не со мной происходит. Ну ничего, поверьте. Счастье такая штука. Бывает, ждешь, ждешь его. Уже и надеяться перестаешь. А оно вот оно. А бывает наоборот. Вот вроде и есть оно. И кажется, что это навсегда. Оно раз и исчезло. А вы о ком? О многих. Взять хотя бы нашу пациентку, у которой ребенок пропал. Марию Журавлеву. Я, конечно, в этой истории лицо постороннее. Но вам, как частному детективу, должна быть интересна любая деталь. Да, конечно, продолжайте. Это случилось тот самый день, когда она с ребенком к нам поступила. Я все сказал. Ребенок мой останется со мной. Ты ничего не забыл, он и мой тоже. Я сумею его обеспечить, а ты нет. Ты правда думаешь, что ребенку будет хорошо без родной матери? Без матери он не останется, это я тебе гарантирую. Твоя крашеная кукла его не заменит родную мать. Он сразу все поймет, почувствует. Я найду способ, и он будет со мной. Нет. Я могу вам чем-то помочь? Спасибо. Зря вы с самого начала это не рассказали. А какой диагноз был Олегу Журавлеву? А вот это вопрос. Не понял. Вы или не знаете, или... Или. Диагноза нет. Мальчик абсолютно здоров. Но родителям почему-то захотелось полного обследования ребенка. Им показалось, что ребенок покашливает, заподотрили проблемы с легкими. Знаете, у Леонида Журавлева хорошие связи и... И деньги. Я понял, а сможете не продолжать. Надо было с самого начала повнимательнее присмотреться к этим потерпевшим. Да, выглядели как нормальная благополучная семья. Как видишь, благополучным здесь и не пахнет. Да, я просмотрела страничку в соцсети Леонида Журавлева. У него жены даже в друзьях нет. Зато целый альбом фотографий, где он в обнимку с какой-то блондинкой. Но какое отношение это имеет к пропавшему ребенку? Да самое прямое. Он же обещал, что он у жены ребенка заберет. Вот он и забрал. Нанял кого-то со стороны или подкупил больничный персонал. В любом случае, ребенка похитили. Наташа, не фантазируй. Журавлев – влиятельный и богатый мужик. Он и без криминала в состоянии отсудить своего сына. Что же тогда произошло? Вот это будем выяснять. И в этом нам поможет Мария Журавлева. Девушка, девушка, а можно вас на минуту? В чем дело? Я представитель торговой фирмы, мы продаем косметику. Ассортимент большой, не желаете ознакомиться? Извините, я очень тороплюсь. Я вас надолго не задержу. Вот буклет, вот пудра. Все совершенно бесплатно в подарок. Если вы захотите приобрести нашу продукцию в магазинах или заказать товар почтой, вся информация есть в каталоге. Это все, молодой человек? Да, это все. Спасибо. Всего доброго. Да. Алексей Викторович, я все сделал. Ты жучок ей отдал? Да, кажется, она ничего не заподозрила. Так, а где она сейчас? Она зашла в первый подъезд 18-го дома по улице Космодемьянская. Прекрасно, жди меня там, сейчас подъеду. Вот в этом подъезде, в 33-й квартире, живет сестра Мария. Это Ирина Петровича. Может, она просто к сестре в годится зашла? Ну, может быть. Мы сейчас узнаем. Держи. Ирочка, я тебе так благодарна. Да не за что. Я тебе сразу говорила, твой Леня чудовище, а ты меня не слушала. Ну, не могла поверить. Он связался с этой лохудрой со своей. Ну, ладно, ладно, ты не нервничай. Давай лучше корми Олежку, а я на работу побежала. Мне сегодня в ночную смену. Ребенок там. Да, конечно, там. Где же ему еще быть? Только надо дождаться, когда Ирина на работу уйдет. С Марией будет удобнее с глаза на глаз поговорить. Я пошла. Пока-пока. Ну вот. Я пошел, жди меня здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы Мария Журавлева? Да. А я частный детектив. Я могу войти? Ну, проходите. Что вам нужно? Как себя ваш сын чувствует? Не отдам. Это еще кто? Не знаю, сейчас посмотрим. Тсс-тс-тс. Где она? Где эта тварь и где мой сын? А, так это ты, да? Нанял детективов, чтобы выследить меня? Нанял, но не этих. Я так и знал, что ты меня обманываешь для того, чтобы Олега у меня отобрать. Тихо, тихо, папаша, тихо. Ребенка испугаете. Мария, надо во всем признаваться. Может, невиновный человек пострадать, Галина Зарянова. Да это мой ребенок мой, а его хотят отобрать. Вы же сказали, что будете женой разводиться, через суд ребенка забирать. Все верно? У него такие адвокаты, что он всего добьется. Это верно. Я тебе не только ребенка отсужу, я тебя посажу. Это вы же договорились с своей сестрой Ириной, чтобы она помогла инсценировать похищение. Да. Но я не знала, что мне еще делать. Ну, правда, не знала. Обеих посажу. Да что ты все заладил? Посажу-то, посажу. Ты кто? Прокурор, судья. А твои адвокаты? Да ребенка забрать у матери очень сложно. А я постараюсь сделать так, чтобы было вообще невозможно. Мария Журавлева развелась с мужем. Насонов помог ей найти опытных защитников, благодаря которым маленький Олег остался с матерью.